Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала SmartphoneChina. Каким же жарким выдалось у нас нынешнее лето? Температура на термометрах зашкаливает за 30 и также жарко на рынке производителей китайских смартфонов. Новинки просто как горячие пирожки. Появляются с молниеносной быстротой. Одна только компания Xiaomi, чего стоит. Ну и соответственно для всех этих смартфонов нужны новые чипсеты. Мы уже познакомились с 430 Snapdragon. Замечательный новый чипсет. И вот теперь у нас новый чипсет от компании Mediatek сегодня. А именно 6737, который призван заменить у нас 6735. Ну и смартфон на его основе. Поехали. Смартфон у нас, естественно, ультрабюджетный, потому что чипсет этот назначен для бюджетных смартфонов. Смартфон марки HomeTom. Он же Дуги, дочернее предприятие. Модель у нас, смотрим. Так, это HomeTom HT17. Так, характеристики имеются у нас. О, у нас имеется, значит, сканер отпечатков пальцев, 5,5-дюймовый HD экран, 3000 батареи, 5,13 камеры, HD, как я сказал, экран, 6737 процессор, 8 гигабайт накопитель, 1 гигабайт оперативной памяти и 6.0 Android. Ну что ж, в общем-то, очень неплохие характеристики, учитывая цену чуть-чуть более 60 долларов. Так, сначала смотрим комплектацию. Коробочка, кстати, надо сказать, коробочка такая совсем небюджетная. Сейчас смотри-ка, все стали делать из плотного картона, а не просто там какая-то шляпа откровенная. Очень интересно. Так, микро-USB шнурок. Кстати, очень напоминает шнурок по качеству и по виду кабеля Xiaomi. Удлиненный чуть-чуть разъем. Прикольно. Зарядная такая распространенная. Home Tom, Doogee вкладывают такие зарядники. Наверное, и качество-нибудь 0,71 Ампер. Так, смотрим. Не вижу совершенно, все бликует. Да, 1 Ампер зарядка. Что еще в комплекте? О, в комплекте есть у нас бампер силиконовый. Ну, замечательно. Если это от производителя, очень здорово. Приятно. Силиконный бампер. И это еще не все, друзья. И пленка на экран. Она там так надежно приклеилась, что я доставать не буду. Пленочка на экран есть. И есть мануальчик. Конечно, у нас на каком языке? На английском. И, наверное, есть даже на русском что-нибудь. Да. Вот, смотрю, есть информация по технике безопасности на русском языке. А основная инструкция на английском. Ну, что ж, хорошо. Разобраться можно будет так вот в сторону. Это нам более не требуется. Ну, что, друзья, давайте смотрим сам смартфон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! 5,5 дюймовый моноблок. Бюджетный. Очень приятная задняя поверхность. Она и не глянцевая, и не матовая. Такая, как у них одно время фокус сбился совсем на белом. Как они называли это одно время? Baby Skin, что ли? Приятная по качеству. Сканер отпечатку пальцев, кстати, заклеен почему-то. Так, это пластик. Сразу сборку посмотрим. Приличная сборка. Так, по органам сразу. Правая сторона. Кнопка включения качелька громкости. Сверху у микроизбезарядка. Камель 3,5. Подключение гарнитуры. Левая грань полностью пустная. Снизу микрофон. На тыльной части у нас мультимедийный динамик находится. 13-мегапиксельная камера по заявлению производителя. Скайна отпечатка пальцев. Вспышка с одним светодиодом. Ну и на фронтальной части HD-экран. Кнопочки меню «Домой-назад» без подсветки. Датчики освещения и приближения должны быть. Разговорный динамик. Камера производителя утверждает 5 мегапикселей. Так, снимаем сразу это дело все. Хунтом. И под крышку заглянем. Смотрим под крышку. Сейчас мы его быстренько посмотрим. Видите, так, батарея у нас заявлена как 3000. Видел я уже эту батарею. Не 3000, она сразу скажу. Она 2500 или 2400, по-моему. Здесь написано 3, но, в общем, написанного мы не верим. Так, батарейка. Две микросим, естественно, 4G работающие. И у нас также есть карта памяти отдельная, что немаловажно в наше время. Закрываем. Так, давайте включим. Посмотрим. Приятная такая насечка по краям находится у нас. Для того, чтобы можно было лучше удерживать смартфон. Вот это надо было как-то отклеить. Это сканер. Сейчас мы быстро включим, посмотрим экран. Потом мне жутко интересно я поставлю Antutu Epic Citadel. И посмотрим, как производительность у этого чипсета, в общем и целом, пленочка наклеена пузырями. Как у него производительность, чем он отличается от 35-го предшественника, сильный ли, не сильный ли. Точные характеристики еще я лично так и не понял, чем отличается. Так, экран неплохой. Экран мы такой уже видели в предыдущем HT7. Так, что-нибудь светленькое. Достаточно яркий. Не ОГС, конечно же, воздушная прослойка имеется между тачем и экраном, потому как сегмент бюджетный. Значит, что я сразу вижу. Интерфейс перерисованный. Яркость давайте убавим. Экран неплохой. Так, давай, русский язык включаем. Так, сразу русский язык, русский язык. Посмотрим русификацию, насколько русифицирован русский язык. Так, и основные настройки меню смотрим. Wi-Fi, загрузка в режиме Turbo, известная нам уже. Hot Note, передача данных. В экране MeraVision есть адаптивная регулировка с учетом освещения. Есть, значит, датчик есть освещение. Это хорошо. Так, здесь все переведено. Переведено, переведено, переведено. Так, это у нас смарт-жесты. Переворачивание, молчание и прочее. Так, жест-вставай. Шикарный просто перевод. Double Tap, да, я так понимаю. Жест-вставай. Да, лучше бы они их просто не переводили, а то прям такой степ получается. Так, ну да ладно, друзья. В общем, давайте о телефоне посмотрим. Шестой Android. Marshmallow, понятно. Так, прошивка. Версия прошивки у нас. Номер сборки. 20-16-06-26. Довольно-таки старенькая. Ну и что тут? Все обновление по его, кстати, присутствует. Да, но сейчас, естественно, кофей не подключен. Так, сейчас я прервусь. Поставлю Epic Stadel, поставлю Antutu. И мы посмотрим, как у нас этот чипсет себя ведет новый. Пообщался я немного с аппаратом. Начнем с того, что обновил прошивку. Найдена была новая версия. И версия прошивки теперь стала от июля. Ну, не знаю, что там принесло, изменилось. Но, в общем-то, обновление есть. Это уже хорошо. Пока телефон ехал, уже вышло обновление. Также из интересного еще, значит, нашел лет уведомления. То есть у нас есть диод уведомлений. Это замечательно для бюджетного сегмента. Что в смартфоне за 60 с небольшим долларов есть диод уведомлений. Это очень хорошо. Давайте послушаем звук. Как у нас выглядит динамик внешний. Не сильно громкий. Но довольно-таки приличного качества. Кстати, сейчас я тестировал эпидстадель. И там звук был достаточно приличный с мультимедиа. Ну и давайте посмотрим, наконец, на него поближе. Что ж у него внутри все-таки установлено. Протестировал я его, значит, в Antutu. Протестировал эпидстадель. Сначала информацию. Хом-то марка модель. Это 17, 6-ой Android 64-bit, 67-37 процессор. Т720 мали видеоскоритель, 13,4 мегапикселя камеры. Ну, скорее всего, интерполяция. Гигабайт оперативной памяти. Системной памяти. 8 гигабайт должно быть. Странно-странно. Разберемся. Кто же вы самый внутренний накопитель? Видите, да? 4,71 доступно. А, ну да, это имеется в виду внутренний накопитель. Понятно. То есть за вычетом там системных разделов. Ой, что-то я затупил. Так, самое интересное, значит, модель. Процессор у нас. Указана максимальная частота 1300. И процессор у нас указан 67-37. Так, друзья, я сразу забегаю вперед по факту. Скажу вам, что это версия с буковкой M. Максимальная частота, которая составляет 1,1 гигагет. Вы видите, 1092. Максимально выходит у нас. Так что 4 ядра. Максимальная 1100. И это процессор 67-37M. Это уже видно и по его результатам в тестах. Так, мультитач у нас. Замечательных 5 косаний для бюджетного сегмента. Просто великолепно. Дальше из интересного у нас еще что тут. В общем-то, больше ничего. Wi-Fi 1 диапазон и 24 ГГц. И датчики только освещения, приближения и эксцелерометра. По тестам, значит. Вот столько попугаев у нас выдал Antutu. Ну что же, это на уровне версии 67-35 с буковкой M, которая тоже выходила первая. Видимо, точно так же и 67-37 выходит. Первая версия урезана первой. Ну, бюджетный процессор, в принципе, придираться сильно нельзя. Видно, что вот здесь вот снижены тоже показатели. То есть, это никак не 1300, никаким местом. И еще у нас доказывает то, что это урезанный процессор. Вот показания. ЧПУ SPI тоже максимальная частота всего лишь навсего 1100 МГц. Ну что же, ничего страшного в этом нет. Телефон работает довольно-таки неплохо. Единственное, мне все-таки жутко интересно, чем же у Antutu 35 в деталях отличается. Модем, по-моему, тот же самый стоит. Кстати, о модеме давайте посмотрим. Частоты поддерживаемые. Частоты. Очень интересно, какие частоты. Band Mode 7.1. Так, смотрим, что у нас. Это у нас 2G, 3G диапазон, 4G 1, 7, 3. Band и Band 20. Все. У 35-го было то же самое. Крайне интересно. Ну да ладно. Ну да ладно. Давайте посмотрим тогда камеру, что ли, напоследок. Чем он нас удивит. Кстати, Geekbench тоже результаты. Где-то у меня тут скриншот. Сейчас я вам покажу. Geekbench тоже результаты доказывают, что это с пониженной частотой процессор. Ах да, и Epic Stadel тоже. Сейчас, сейчас скриншоты. Вот Geekbench. Ну, понятно, что это вот сурезанная 1100 максималка. И в играх у нас результат 23,7 кадров в секунду. Это именно как раз на уровне результатов процессора 6735 с буковкой M, а никак не полноценного. Ну что ж, ладно. Выяснили. Хорошо. Теперь смотрим камеру. Камера заявлена 13 мегапикселей. Камера я еще не смотрел. Так, интерфейс стандартный. Сразу выставляем нужные нам параметры. 13 мегапикселей. Ну, давай 13. Давай, давай, давай. Так. И смотрим, что ты нам предложишь. Друзья, камеру ничего. Ну-ка, ну-ка, я прям сейчас. Давайте без вспышки. И без вспышки. Ну и видео. Качество записи видео. Смартфона. Home Tom HT17. Так. Фокусировка по тапу. Разрешение выставлено на Full HD. Фокусировочка минимальная. Очень приятная, маленькая. Смотрим. Так, сначала смотрим фото. Ой, вспышка, конечно, пересвет дала. Рано я порадовался. Давайте посмотрим, как у нас тут выглядит все в цвете. Так, ISO у нас и 236. Довольно-таки прилично. Не завышена. Диафрагма тут, конечно же, нету. Но я думаю, что не больше, чем 2,2. Ну, как бы, даже не знаю. Вот, без вспышки. Ну, нет, конечно. Конечно, это 8. Конечно, это 8 мегапикселей. Конечно, никак не 13. Здесь у нас без вспышки какие? 211. Ну, экспозамер хороший. Это уже радует. В целом, да, на 8 мегапикселей тянется. На 13, конечно, разговор не уйдется. И смотрим видео, услышим звук. Ой, а что такое пересвет-то дикий? Что-то какой-то дикий-дикий пересвет. Вот сейчас я... А, вот, блин, я не устал в экспозиции. Нормально вроде. Светлый фон, и сразу экспозиция что-то сдирается. Ну, что же, работа камеры, в общем-то, не идеальная. Но, в целом, в целом, неплохая детализация. Потестируем, посмотрим, как для бюджетника. Пока, в принципе, ощущения довольно-таки неплохие. Единственное, что пока тестировал, конечно же, вот тут есть у нас небольшие скрипы корпуса появились. Ну, что же делаешь? Home Tom, есть Home Tom. Бюджетность, есть бюджетность. Ах, да, не проверил, скорее, отпечатка пальцев. Ох, как мне интересно тоже, как он вообще работает. Так, забил я отпечаток пальца быстренько, чтобы вас не отвлекать. И давайте посмотрим, как он работает у нас. О, а он работает. О, а он работает. Смотрите-ка, как здорово еще. Ничего себе. Лучше, чем на верниторе. Точно. Опа. Вот это молодцы. Вот за это. Вот хвалю. Вообще огонь. Слушайте. Заблокировал. Посмотрите, как здорово работает отпечаток пальцев. Ни одного промаха, а с такого положения. Шедевр. Ребята, это шедевр. Вот за это я в Дуджихом Тому ставлю просто жирный-жирный плюс. Да, я не верю своим глазам, что бюджетный смартфон может так здорово работать со сканером. Огонь. Все, друзья. На этом, наверное, заканчиваем. Единственное, что я сейчас еще примерю бампер. В общем, впечатление довольно-таки приятное от аппарата. Единственное, что, конечно, поставили версию M в смартфон-процессор с буковкой M6737M. Ну, в общем-то, нормально для первого запуска-то. Тем более для смартфона с стоимостью 60. Насколько я помню, смартфоны с M-процессорами 35-ми стартовали с гораздо большей отметки, чем 60. Ну, просто сканер песни. В общем, смотрите, хорошо так слежит бампер. И, в целом, аппарат мне очень понравился. Ну, что же, будет, конечно же, его полный обзор, полное тестирование. Там я и по чипсету постараюсь накопать. Чем же он на 35-го все-таки отличается? Он же должен чем-то отличаться, он же новый. Ну, и все остальные подробности по этому смартфону тоже выясню. Ну, на этом все. Всем, кому понравилось, можете поставить лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем огромной удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!